Великолепная статистика, дивные отзывы и частые просьбы продолжения видоса по мансам, пусть и не сразу, но таки замотивировали меня подготовить для вас вторую часть этой увлекательной темы. Всем привет, с вами господин. И сразу напомню, что в первой части мы увидели топовые навыки для побега. Я рассказал вам принципы бегать в инвестах для мансов, а также напоследок познакомил с основными видами убийц. Кто не видел, советую посмотреть. А сегодня мы разберем обманки и фишки, помогающие выжить в критических ситуациях, скрыться от убийцы и просто сделать ваш геймплей зрелищнее и приятнее. Я обещаю вам рассказать все, что знаю, и надеюсь, что вы оцените мои старания лайком и подпиской. С нетерпением буду ждать ваших комментов и мыслей по поводу озвученных тем. Смело дополняйте мои слова, пишите отзывы или задавайте вопросы. Сразу скажу, что многие приемы из этого видео работают не всегда. Даже если вы будете делать все именно так, как я расскажу, то нет стопроцентной гарантии, что это сработает. И дело все в том, что очень многое зависит от противника, который вам попался. Чаще всего внимательные и опытные убийцы не позволят себя обмануть, однако они такие же люди, которые могут ошибаться по разным причинам. Поэтому слушайте и внедряйте информацию, тренируйтесь и пробуйте все на практике. Но слишком сильно злоупотреблять обманками против одного и того же игрока я не советую, иначе вы будете предсказуемы. Сейчас вам важно запомнить самое главное. Все фейки против убийцы это своего рода игры разума, где победит тот, кто всегда думает наперед и лучше предугадывает действия противника. И тут вы зададите вопрос, как же мне читать своего противника и понимать, где фейк нужен, а где он не нужен? Я отвечу, что с опытом вы просто начнете чувствовать моменты, где это может сработать, а также научитесь распознавать маньяков, которые ведутся на это особенно часто. Начнем с самых элементарных фейков, которые уже были затронуты в предыдущей части. А именно фейк на сброс доски или перепрыгивание препятствия. На самом деле выглядит это максимально просто, потому что для использования вам тупо не нужно взаимодействовать с окном или палетой. Однако в действительности, чтобы не ошибиться и обмануть маньяка, вам придется не только держать себя в тонусе и контролировать нервишки, но и внимательно смотреть за действиями убийцы. Заведите себе привычку, что прежде чем перепрыгнуть объект, обязательно нужно посмотреть, не начинает ли убийца действовать наперед и обходить вас со стороны. Если вы чувствуете, что противник не очень сильный и действует примитивно, то малейший поворот его головы или шаг в противоположную от вас сторону будет означать, что он желает пойти в обход. Ну а вам в таком случае необходимо максимально убедительно сблизиться с доской или окном, однако вместо прыжка начать двигаться в другом направлении. Убийца тем временем застопится и не успеет вас хитануть. Также обязательно рекомендую делать такие же фейки в тех случаях, когда убийца не пошел в обход, а в тупо движется прямо за вами и однозначно успевает дать хит. Тут уже терять нечего, поэтому лучше уж попытаться фейкануть, чем точно получить удар по спине. Тогда появится шанс развести даже опытного мана. Что касается фейка на сброс доски, то тут особо говорить нечего. Все что нужно, это убедительно припыгнуть маньяка. Таким образом, простое притормаживание в доске будет выглядеть для убийцы не так страшно, как полноценный оборот вокруг своей оси рядом с той же палетой. Примите к сведению, что данный прием не напугает баранов, которые бьют через абсолютно все палеты, а также не сработает много раз подряд. По своему опыту могу сказать, что в среднем на уложенный сброс доски игрок ведется примерно два раза, затем начинает бить. А еще я всегда советую в начале мансов скидывать одну-две доски без фейков, чтобы проверить боится ли маньяк ваших палет, или ему пофиг. Итак, когда вы научитесь успешно выполнять эти обманки, следующим шагом предлагаю освоить так называемые двойные фейки. Что это и когда они применяются? По сути, это то же самое, что мы только что разобрали, но со следующим отличием. После успешного байта убийцы, выживший никуда не перетягивается, а все же делает прыжок через объект, ну либо кидает доску. Иными словами, вы сперва убедительно делаете вид, что взаимодействуете с объектом, затем вы немного смещаетесь в сторону, притворяясь, что фейканули, а уже третьим шагом вы все равно прыгаете в палету или окно, либо кидаете доску. Смысл этого приема в том, чтобы, так сказать, раскачать маньяка и привести его действие к ошибке. Такие двойные фейки особенно эффективны против сильных убийц, которые практически не ведутся на стандартные фейки и быстро на них реагируют. Также эти приемы помогают против любителей копить бладуаз, зачастую работают в несоевых досках и в окнах и в других похожих ситуациях. Ну что ж, для того, чтобы эти фейки были еще успешнее, расскажу интересную фишку, благодаря которой вы будете быстрее перепрыгивать окна. Напомню, что в патче 2.3 была исправлена скорость прыжка через препятствие. С тех пор, если выживший находится от окна менее чем в 2.5 метрах, то прыжок будет медленный, что может означать почти неизбежный хит в некоторых местах манцев. Однако, пока что существует некий баг, позволяющий практически целиком сохранить скорость прыжка. Суть его заключается в том, что вместо непрерывной долбежки по пробелу, вам необходимо выждать и буквально на долю секунды дать возможность персонажу врезаться в окно, а уже только после этого нажать на кнопку прыжка. Таким образом, взаимодействие с объектом будет практически без потери скорости. Кто-то скажет, что от этого нет особого смысла, да и разработчики обязательно понерфят данный баг. Однако, хочу сделать акцент на том, что ДБД это игра, где важны тайминги и именно такие мелкие фишки позволяют избежать смерти и победить. Но насчет фикса бага ничего сказать не могу. Зная наших разработчиков, ставлю на то, что его исправят лет через 200, так что рекомендую пользоваться, пока есть такая возможность. А теперь разберем такие рискованные обманки, как присядка около убийцы. Для осуществления этих приемов важно брать тускую и неприметную одежду, пользоваться особенностями карты и невнимательностью противника. Также вероятность успеха повысится, если преждевременно вы оставите следы, которые уведут убийцу в другую сторону. И еще желательно использовать навык Джейка «Железная воля», чтобы маньяк не слышал найти ее под своими ногами, если вы ранены. Самое легкое, чему можно быстро научиться, это присядка за углом. В некоторых высоких местах мансов есть удобные и темные закоулки. Суть в том, что если погоня идет по кругу, где есть такое местечко, то выжившие просто приседают за угол, дают убийце пройти мимо, а сам потом сваливает в другом направлении. Для успеха вам нужно приседать вне поля зрения маньяка, причем желательно не на самом краю, чтобы избежать риска быть замеченным или еще хуже, заблочиться об убийцу. Обманка будет убедительной, если после заворота за угол маньяк хотя бы метр в пяти от вас. Наиболее безопасно выполнять ее можно в коробках. Следующая обманка из этой серии – это присядка под окно. Делается посложнее, однако тут надо только лишь знать тайминги. Суть в том, что после прыжка в окно выживший делает вид, что бежит дальше, скрываясь из поля зрения маньяка. А так как при перешагивании окна угол обзора убийцы ограничен взглядом исключительно по прямой, то он не замечает, как проворный сурф развернулся и присел ему под ноги. Чтобы все получилось, вам надо знать анимацию перешагивания маньяка. Подсадку нужно делать в тот момент, когда убийца перелез окно наполовину, причем вам даже не обязательно вставать на корточки. Если все сделано правильно, то вы будете замечены только в том случае, если маньяк повернет камеру прямо на вас. Прием очень полезный, однако сильно зависит от внимательности и опыта убийцы. И еще, не вздумайте применять его в узких проходах, а то ман заблочится и поймет, что ему втирают какую-то дичь. Последняя обманка такого типа, это присядка под убийцу после спрыгивания с плеча. Это самый опасный прием. Свиглившись из лап убийцы, усрываясь несколько секунд, чтобы обмануть маньяка, пока тот находится в стане. Отбегайте так, чтобы он вас не видел, а затем вернитесь и сядьте прямо под ноги. Тут главное грамотно увести следы в удачном направлении. Правильнее всего будет наследить около какого-нибудь угла, камня, шкафа или любого другого объекта, где вы теоретически могли бы спрятаться. После выхода из стана маньяк повернется и пойдет по следам, а вы тем временем убежите в другом направлении. Далее разберем такой прием, как уворот в шкафу. Представляет из себя обыкновенный прыжок в шкаф с целью уйти от удара убийцы. По факту сделать это легко, однако беда в том, что после выхода из шкафа колдаун атаки убийцы почти что откатывается, и дабы избежать второго удара вам придется сделать 360, в противном случае вы все равно получите по лицу, а если совсем не повезет, то будете схвачены за жопу и посажены на кукан. Тем не менее, иногда риск бывает оправдан. Однозначно могу рекомендовать ворота в шкафу против медсестры, Билли и Гожного лица, потому что откат их способностей немного дольше, чем колдаун обычного хита мимо цели. Это означает, что у вас будет больше времени, чтобы отбежать и намутить что-то еще. Опять же, самое главное это знать тайминги. Против туберкулезницы вы ожидаете момент, когда она опустит бошку и выдохнет, а затем выпрыгиваете из шкафа. Напильника важно забайтить, чтобы он именно врезался в шкаф, а потом вылезать. Для этого прыжок в шкаф должен быть максимально внезапным, а то Билли не поведется и просто не станет пилить. Ну а против Бубы надо набраться терпения и дождаться, пока он утихомирится и перестанет махать своей поганой пилой. Выполняйте этот прием только в действительно необходимых ситуациях. Когда вы точно добегаете до окна или палеты, то выпендриваться со шкафчиком никакого смысла нет. Существует еще одна обманка со шкафчиком, для которой понадобится навык Мэг «Быстрый и тихий». Бегает убийца и выживший беззвучно ныряет в шкаф, а наивный убийца проходит мимо, потому что думает, что жертва побежала дальше. В этот момент сурф вылезает из шкафа и убегает в другую сторону. Для успешного выполнения создайте условия, чтобы следы не обрывались около шкафа, а уводили куда-то подальше. Естественно, маньяк не должен вас видеть. Эта фишка больше фановая и на практике делается нечасто, но тем не менее, если хотите запутать противника, то иногда бывает полезной. Итак, недавно была озвучена штука 360. На тему таких воротов у меня уже есть отдельный полноценный ролик, так что в рамках этого обучения 180 и 360 мы не затронем. Тем не менее, существуют и другие, более простые приемы, позволяющие развести убийцу на хит мимо цели. Да, работают они преимущественно только против слабых противников, но ведь черт возьми работают, поэтому расскажу я о них. Обыкновенный байт на хит. Вы бежите прямо на убийцу, притворяясь отсталым ДЦПшкиком, и буквально за секунду до начала атаки внезапно делаете поворот на 180 и избегаете удара. Прием бывает полезен, когда у вас железные яйца, и вы заводите генит под носом убийцы. Как только маньяк вас замечает, не всегда получится отбежать к палете, поэтому есть шанс забайтить его на промах, после чего начнется погоня. Также прием может сработать где-нибудь в пустом поле, если, конечно, дистанция между убийцей и вами достаточно большая. Еще одна штука – это развод на хит маньяка с выжившим на плече. Для исполнения приема нужно изначально понимать, на какой крик пойдет ваш товарищ. Двигайтесь наперед и начинайте маячить перед маньяком. Хит пройдет мимо вас, если сначала перед убийцей двигаться шагом, а затем резко начинать бежать. Так можно забайтить много раз подряд, и в итоге спасти своего тиммейта. Поведаю вам одну клевую дезориентирующую фишку. Она неплохо помогает против слабенького белясика или бубы, и позволяет избежать распила. Суть заключается в том, что в момент наполовину заведенной бензопилы вам нужно начать двигаться прямо в маньяка, сделать оборот вокруг своей оси на 180 градусов, после чего отбежать назад. Прикол в том, что визуально маньяку покажется, что вы забегаете ему за спину. Поэтому он на автомате начнет оборачиваться и в лучшем для вас случае заюзает способность в пустоту. А вы, в свою очередь, избежите атаки и в момент кулдауна отойдете подальше. Эту фишку надо применять в крайнем случае, но она может быть полезна еще и против Ани, поднимающий тамагавк, против призрака, выходящего из инвиза, и против доктора, заряжающего свою способность. Последняя на сегодня обманка – это обыкновенные байты токсичным поведением. Думаю, тут объяснять особо нечего. Хотите спровоцировать маньяка, отвлечь его на себя, выбесить и заставить плясать под вашу дудку? Начните приседать, тыкать пальцем и щелкать фонариком. Благоразумные убийцы на такое не поведутся, однако таких меньшинство. Мое негативное отношение к токсичному геймплею вы все прекрасно знаете, однако в определенных ситуациях, против тех же кемперов, убийц-токсиков или патрульщиков-генераторов, использовать эти байты, чтобы возбудить умуникантера с вашей персоне – это вполне нормальная мысль. Ну что ж, вот мы и подошли к концу второй части обучения манцев. Сегодня мы разобрали большое количество обманок, фишек и фейков, которые в той или иной ситуации используют все мансеры. Информации было много, но я постарался донести максимально кратко и понятно. В следующей, скорее всего, заключительной части мы рассмотрим основные ошибки, из-за которых вы погибаете, и поговорим о том, как их не допускать. Если вам все понравилось, то поддержите подпиской и лайком. Это очень важно для меня и мотивирует делать новые видосы. Также вступайте в мои группы ВКонтакте и в Стиме, чтобы задавать любые вопросы и быть в курсе событий. И, конечно же, присоединяйтесь в Дискорд для игр с друзьями. Ну а на сегодня все. С вами был я, господин. Большое спасибо за просмотр, удачи в обучении и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok